Секретная закупка Монстр с Pocket Friends Карманные друзья-монстры Интересные, никогда таких не видел нигде И мне стало любопытно, что это за монстрики Выглядят они очень смешно и непонятно, непонятно что там внутри, если честно Вроде какие-то подставочки, какие-то монстрики, первая серия И стоят эти монстры Сейчас посмотрим, сколько же они стоят Такие монстры Подсмотрел в чек из Ашана По 150 рублей 58 копеек Такой один пакетик Ну стандартная цена для таких каких-то пакетиков Правда мы не знаем, что это за персонажи Они никакие неизвестные Никакого-то мультика, мне кажется, про них нет Не знаю, по крайней мере я не видел Что это за логотип такой Это придуманная создателями эта штука Или это какая-то известная Я не знаю, пишите в комментариях Вообще, 72 монстра можно коллекционировать Ну и очень хочется мне узнать, что внутри Даже не прощупал, потому что очень сложно прощупать что-то Не знаю вообще содержимое Потому что внутри очень твердое, что-то пластиковое, большое И, ну, только вскрытие покажет Кстати, одно из названий еще было Вскрытие покажет Но, мне кажется, я где-то его уже слышал Так, что у нас здесь? У нас здесь карточка Карточка Чего? Наклеечки Чего? Что еще? Что это? Что это? Ой Ну да, я сюда даже не обратил внимания Что тут в пакете идут, на самом деле, два монстра И две подставки к ним Это уже интересно Серьезно, я думал один Я просто не заметил Везде видел один-один-один-один-один Думал два, это, думал, может быть, вторая серия Ну, в общем, чтобы два монстра шло Это интересно Давайте Давайте на них посмотрим Больше никаких бумажек нету Есть подставочки для них И есть два монстра Так У нас вот такие два монстра Я бы даже сказал Какие-то инопланетяшки Симпатичные Правда, вот это у одного Здесь какая-то грязюка Здесь вряд ли так задумано Скорее всего, на производстве Они сами по себе неплохо стоят У них У каждого На подставке Есть Какое-то обозначение К какому виду Они, наверное, Видимо Относятся Номер 2, 4, 0, 13, 0, 20 Что это значит? Вот этот, конечно, более такой монстр Какая-то пиявка Заяц-пиявка А этот больше похож на мартышку С гребнем С каким-то непонятным Какая-то вот такая мартышка И у нас здесь есть еще две карточки Которые не относятся к этим персонажам Просто две карточки И также наклейки Которые тоже не относятся к этим персонажам И две подставки Подставки мы можем Вот таким образом открывать Да? Вот таким Все правильно я все сделал Вот такая первая подставка Вторая подставка Окей Так, что мы делаем? Мы ставим сюда монстра Да? Второго монстра, допустим, ставим сюда Да? Что происходит? Они просто стоят на подставке А! Мы можем устанавливать сюда задний фон им Вот сюда как-то Карточку Вот эту картоночку Сюда пропихивать И... Сейчас Что-то на мясе не пропихивается Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас Здесь картоночке мешает пропихиваться кусок пластика Отбракованный Видимо, не отбракованный На производстве Который они должны были убрать Но не убрали Оставили это для меня специально Так, вот сюда устанавливается фон Вот сюда другой фон И по идее Мы, наверное, должны собирать монстров Чтобы у них И здесь точно такая же история Да? Это топлое остается И мы, по идее, должны собирать монстров Чтобы они совпадали со своими подставочками Вот Ну, у нас сейчас не совпадают Но собрать должно так Чтобы совпадали Если вдруг, я так понимаю, не совпадают То мы берём наклейку И наклеиваем Чтобы совпадали Но здесь тоже ничего не совпадает Монстры прикольные Подставки Вроде выглядят тоже забавно Тут, видите, с логотипом Всё Но Какой в этом смысл? Мы просто... Зачем они складываются? Чтобы было удобно просто Переносить их И Я имею в виду В пакет разместить Чтобы они влезли Почему они складываются? И реально сюда монстра нельзя Запихнуть Потому что у него есть широкая подставка И он на ней вот стоит хорошо На этой подставочке Но вот такая тема У них есть ещё одна функция Которая здесь тоже указана На пакетике Но о ней я расскажу чуть позже Давайте вскроем другие Следующий Следующий монстр Открываем Следующий пакетик Сразу вытрясаем И у нас здесь другие монстры Другие наклеечки Другие подставочки И Другие карточки И опять ни одна не совпадает карточка И здесь не совпадают карточки И здесь не совпадают наклейки Мы даже переклеить не сможем Но зато мы сможем посмотреть на монстриков Которые выглядят всё так же забавно Они похожи чем-то на покемонов Каких-то таких странных Да Ну покраска кое-где косячит Но в принципе исполнение хорошее И очень крутой качественный материал сделан Они прям вот такие как будто игровые фишки Для чего-то их можно использовать Кстати Была бы прикольная тема с игрой С какой-нибудь с ними Но игру нам здесь не предложили Я не знаю, если честно Может быть стоило сделать это Разработчикам этой игры Этих штук Ладно, ставим картонки И ставим чуваков на подставки Так И когда мы вскроем последнюю Я покажу вам ещё одну функцию Которая в принципе в теории забавная Вот Кто это? Пингвин какой-то жёлтый С глазами нарисованными Это ладно Это типа какой-то рыбы, акулы Что такое выпрыгивает А это какой-то Жёлтый пингвин Ненормальный совершенно А вы не забывайте Если вы хотите видеть ещё этих монстров Хотите знать какие они То ставьте большие пальцы вверх И если вы просто хотите выпуски пакетиков Почаще То ставьте большие пальчики вверх И делитесь этим видео в контакте Если прям вам понравился выпуск И эти монстры Или какие-то пакетики вас заинтересовали И открываем последний Интрига Мне просто на ощупь Мне казалось, что там гигантский будет монстр И мне кажется, лучше бы они пластик потратили так Чем куча много Маленьких непонятных чувачков И... О! Да ладно! В одном пакетике повторка? Ха! Да ладно! Они просто отличаются цветами Ребята, в одном пакетике Опять не совпадают карточки Опять-опять То есть даже вот мы не можем никому подобрать их И здесь тоже не совпадают Ничего не совпадает Но зато мы видим других монстров Которые могут нас заинтересовать Например, вот этот забавный Меня прикалывает Вот этот глазастик какой-то смешной Вот этот... Нет, не очень Вот этого бы я вот тоже заполучил Вот такого А, глазастик у нас уже такой был Этот не пойми кто Какой-то хомяк Тоже Тоже непонятный И два вот таких То это Рогатые Какие-то Брундучки В одном комплекте Два одинаковых В одном пакете Где должно по идее быть Разные штуки Два одинаковых Но это уж совсем подстава Это совсем Такой лютый рандом Знаете, если уж там Они так размещают То... Ну, это немного обидно Ну что же Но сделаны они прикольно Я, правда, не понимаю Кто это И... Ну, какие-то монстры Типа, вот, фантазия С другой стороны развивает фантазию Хорошо Так И показать вам Какая же здесь функция Я обещал Есть у этих подставок Дело в том, что Они объединяются Здесь есть специальные крепежи Их можно друг к другу Вот так крепить Вот ставить бок в бок Раз Поставили Можно крепить еще Вот так вот А можно еще И вот Соединять их Вот здесь Наверху Можно Соединяем Соединяем А можно еще Ставить вторым рядом Что Интереснее уже То есть Можно выстраивать Такую полку Мини Создать полочку Из этих ранцев Из этих вот Таких Ловушек Для этих монстров Или, я не знаю Стендов Я не знаю Как они это используют В этом мире Вымышленном Для чего это нужно Это то ли их домики То ли это Какие-то действительно Ловушки Капканы Для монстров Непонятно Можем ли мы разместить Здесь монстров Даже высоких Можно Получаются Вот такие Многоэтажечка К сожалению Нельзя разложить Полностью Да Мы не можем Полностью разложить Эту историю Вот она будет Все время Немножко Наклонена И это плохо Как по мне Лучше бы Что-то верхний Закрывает нижний Но идея С вот таким Вот такой Лесенкой Она забавная Попробую сейчас Максимально высоко Сделаю Здесь все-таки Можно выстроить Нормально Смотрите До щелчка Вот так вот До такого И она будет Тогда ровно стоять Вообще никаких претензий Сейчас нету К вот этой постановке И теперь Они будут стоять Ровно Нет-нет-нет Эта претензия Сразу отпадает Практически Но только У меня такое впечатление Что они будут ломаться Почему-то Страшно Это дело С таким С таким хрустом И Да Ай-яй-яй-яй Конструкция Получается Интересная Устойчивая Она будет Или нет Сейчас мы узнаем Опять Хрясь Надо сделать И вот Здесь соединить На трех Соединениях Так Держится Держится Здесь тоже Все держится И Стоит Пирамида Взгляните на нее Вот это Вот это Класс Вот за эту идею Я прям ставлю Вот прям Пять баллов За эту идею И конечно Уже не очень уверенно Но Все же Это Пирамида Башня Точнее моя Она стоит И Это Классно Потому что Вот такое Расположение Фигурок Представляете Если у вас Несколько Вы коллекционируете И у вас Несколько Таких Башен Они не занимают Много места При этом Они не теряются На полке Это будет выглядеть Красиво Ярко Круто И Очень здорово Нет Это мне понравилась Идея Можно сделать Башню Можно ее выстроить Вообще Лесенкой Можно сделать Можно несколько Башен Можно целую стену Таких Выстроить Можно сюда Ставить других Персонажей Если вы захотите Убрали эти картиночки И будет классный стенд Для персонажей Такая вот Этажерочка Классная Мне это нравится Единственный минус Что эти Пакеты Эти вот эти вот Боксы Никак не трансформируются В один Допустим Если можно было бы Здесь монстра Хранить в нем Или переносить Но Вот у каждого Свои задачи Здесь видимо Нужно было Чтобы они вот Именно так вот Собирались Еще раз повторюсь Ашан Либо газетные киоски Какие-то Либо Палатки На улице И это стоит 150 рублей 58 копеек Вот в Ашане Вот такая история Два монстра в комплекте Два этих Две наклейки И две карточки Вот так Непонятные Смешанные чувства С одной стороны Вроде и понравилось С другой стороны Есть тоже к чему придраться Но в целом Вот еще бы понять Вот эти все Эти номера Эти кланы И все бы это Ну конечно на сайте Можно залезть Посмотреть Но вот по идее Я человек просто взял Купил пакетик И вот так вот Пришел домой Распаковал И вот моя первая реакция Если что-то еще узнаю И хотите вы тоже Может больше-больше узнать То ставьте большие пальцы вверх Как я и говорил уже И я тогда Побыстрее куплю их Ну а мой любимый монстр Будет Наверное Вот этот вот Заяц Пиявка Вот этот Просто он ярко выглядит Эти два Наверное лучших Которые мне больше всего понравились Пишите в комментариях Тоже какие вам монстры понравились Хороших вам игрушек С вами был товарищ Сафронов И секретная закупка Пока-пока